Губернатор Дмитрий Артюхов подробно рассказал о мерах поддержки малого и среднего бизнеса, который в условиях непростой эпидемиологической ситуации несет убытки. Во втором пакете мер расширен перечень отраслей, которые получат помощь от региона. Губернатор напомнил, что ранее в список включали частные гостиницы, образовательные и спортивные центры, а также объекты торговли в отдаленных поселках. Решено этот список расширить. В список войдут бытовые услуги – это салоны красоты, химчистки и многое другое. Предприятия транспорта, туристический бизнес, большой сектор торговли, которая была сегодня остановлена, и строительство. Всего это почти 7 тысяч предприятий, на которых работает без малого 20 тысяч человек. В целом для них всех будут снижены налоги по упрощенной системе налогообложения по доходам до 1%, по НВД вдвое до 7,5%. Напомню, обе эти ставки – это минимально возможные ставки. А также будут обновлены арендные платежи за государственное и муниципальное имущество. Дополнительно будут введены точечные меры. Среди точечных мер для транспортной отрасли – это обнуление транспортного налога и отмена платы за разрешение на такси. Для строительной отрасли будет дана отсрочка по всем региональным и местным налогам. То же самое по торговым центрам – отсрочка по региональным и местным налогам. Надеюсь, что торговые центры, в свою очередь, пойдут навстречу к своим арендаторам. Отдельно хочу сообщить, что по тем видам деятельности, где из-за наших ограничительных мер предприниматели вынуждены закрыть свои двери, нами будут компенсированы все начисленные коммунальные платежи за период простоя. В завершении своего обращения губернатор Ямала анонсировал разработку третьего пакета поддержки бизнеса. Он будет посвящен борьбе с ростом безработицы. Очевидно, что многие работодатели сегодня, не имея источника дохода, стоят перед непростым выбором сократить работников или уменьшить им заработную плату. Важно держать эту ситуацию под контролем и не допустить негативного сценария.